Приветствую, друзья! Одна из моих старых картин маслом ожидания называется. Видите, там сверху часики висят, собачка, ну и, как говорится, милая. Да, но было дело, как говорится, собачка была прекрасная просто. Я, конечно, шутник, но я хочу ответить вам на вопрос, который мне задали сейчас в личке. Чем отличается ключевое дыхание от интенсивного дыхания холотропного? Потому что врач говорит, сказал, что в холотропном бывают некие побочки. А не бывает ли побочек при ключевом дыхании? Вообще-то побочки бывают везде, если неправильно делать, особенно у тревожных людей. Тревожный человек только начинает что-то делать, да что угодно. Особенно связано с дыханием, с сердцем. Есть люди, которые только подумают о том, чтобы измерить давление, уже давление поднимается. Есть люди, которые только начинают делать, ну, вообще любое упражнение, если у них тревожное расстройство, и вдруг какой-то дискомфорт, они сразу себя накручивают, накручивают, невероятно высоко накручивают, паника и так далее. Ну, доминанта. Доминанта. Я уже в одном из роликов рассказывал о том, как это формируется, доминанты патологические, как их снимать с помощью упражнения «Волна». Ну, посмотрите, у меня там, кто не видел, целебный ролик называется прямо на канале. И там ключевое дыхание тоже есть. И вот ключевое дыхание, вообще, в отличие от всех способов, техник дыхания, которые в мире есть, там, включая даже самые такие известные у нас, как дыхание по Бутейко, по Стрельниковой. Ну, очень много, очень много разных. Ну, и, конечно, холотропное дыхание. Холотропное дыхание почему по бочке имеет? А это очень интенсивное дыхание. Очень интенсивное. И у некоторых людей бывает, и исключивают, и все, дорогие. Ну, разные такие явления. Я не против какого-либо способа дыхания. Ради Бога, кому это подходит? Подбирайте то, что вам подходит. А ключевое дыхание имеет минимальное побочное действие. Вообще никакого. Практически, потому что делается без всяких напряжений. Делается в ритме собственного дыхания. И делается всего одну минуту. Вот же в чем дело. И без всяких посторонних воздействий. Но, опять же, если вы не тревожный человек. Потому что, если тревожный человек, если у вас от всего заводится воображение, и включается спазм сосудов и так далее, ну, тогда нужно перед этим сделать то, что я обычно рассказываю. Еще раз повторяюсь. Во-первых, вам надо сдать точки самопомощи. Это точка хэгу. Чтобы вы могли разминать. Во-вторых, вам надо зашли отцу делать. Пальчики так нажимать все, чтобы больно было. Потому что тут, допустим, доминанта у вас взрывная такая, паника какая-то. А вы вторую создаете доминанту, конкурирующую. И энергия мозга распределяется уже поровну. И у вас напряжение снижается. Ну, вот мне опять звонят, чтобы Шейла звонит, дочка моя. Какая она прекрасная психолог. Слушайте, я сейчас ей отвечу. Ну, ладно, дайте свечи. Следующий ролик, вы интереснее будете. Да.